топ-5 ошибок бариатриков с моей точки зрения всем привет меня зовут евгений пугач добро пожаловать на мой канал на данном канале я говорю о бариатрии не только те кто не знают меня зовут евгений как я уже сказал я бариатрик со стажем сделал первую бариатрическую операцию 2011 году вторую несколько лет назад сделал шунтирование да потому что у меня были побочки и осложнения после первого я уже давно про это рассказывал поэтому смотрите прошлое видео и там вы узнаете обо мне больше небольшой дисклеймер я не врач я не имею медицинского образования но я бариатрик со стажем как уже сказал и я живу в израиле плюс нас тут врачи нами занимаются и мне есть что вам рассказать так вот я хотел бы рассказать на сегодня о пяти основных ошибок бариатрика с моей точки зрения которые сложились по моему опыту первое я знаю как похудеть это как правило мнение приходит не через первый там полгода после операции где-то через года полтора почему в первый год примерно операции работает очень сильно очень хорошо и мы начинаем очень сильно и быстро терять вес но потом с примерно с полугода и до года мы теряем мы мы теряем вес гораздо меньше и в принципе перестаем уже у нас вес как правило перестает опускаться на и что происходит мы начинаем вес потихоньку набирать кто быстрее кто медленнее но как правило это происходит и что происходит на сголовину я пожру еще да но я же умный я же знаю как похудеть и получается как я сегодня себе позволю лишнего завтра послезавтра но я же знаю как похудеть ни хрена ты не знаешь ничего не получится не надо делать такие штуки не надо говорить что ты знаешь как похудеть у меня это было у большинство из вас это было или были это возможно но не вставайте вы на свои грабли послушайте человека который через это прошел дальше 2 как ни странно это весы что имеют весы это те люди которые взвешиваются после операции каждый день некоторые два раза в день некоторые три раза в день ребята выкиньте весы особенно на первых порах на 1 примерно полугода год знаете вы можете пользоваться весами но раз в неделю для динамики для своего успокоения сейчас объясню почему я это очень вижу много у своих подписчиков у зрителей они говорят вот женек смотри мы как бы видим что вес стоит да а мы уменьшаемся немножко ребят и весы это зло поймите одну простую вещь у нас мышца имеет вес и жир имеет вес что происходит очень часто у бареатриков особенно в начале пути они попадают в некое плато то есть вес стабилен и он не опускается и не падает и в некоторых случаях даже начинает па и начинает подыматься у человека паника он пытается что-то делать как-то менять что-то и блин башка взрывается паника начинает ходить стрессе начинает жрать из-за стресса все почему когда вы начинаете интенсивно худеть особенно первые два-три месяца после вот максимальный сброс веса за количество времени вы начинаете больше двигаться из-за чего из-за того чтобы похудели да и мышцы у вас которые были или атрофированы или были малоподвижны начинают потихонечку увеличиваться получается у вас мышца растет жир даже скажем остался тот же самый да или же чуть уменьшился давайте скажем даже давайте возьмем худший вариант жир остался на том же уровне да вы начинаете набирать мышечную массу вы начинаете у вас вес идет вверх на самом деле вы спускаетесь вниз как себя вести как выйти из этой ошибки ребят все очень просто много раз я уже рассказывал объяснял о своем канале все гениальное просто найдите у себя на теле самую жирную самую большую точку к примеру живот или жопа да там мили ляжки возьмите коньте ремешок метр что-нибудь и начинаете измерять ваши размеры не ваш вес а ваши размеры и смотрите на ваш результат не по весам а по вашим объемом поймите что когда вы ставите перед собой цель я хочу дойти до веса x нежелательная цель возьмите лучше кута шмотку даже купите себе заранее какую-то шмотку и поставьте цель влезть в эту шмотку поверьте мне результат будет гораздо интересней и прикольнее чем стоять на весы думать я хочу дойти до 60 килограмм а какой у меня вес сегодня 120 ну 60 килограмм до много ребят выкиньте это из головы когда у вас голове цифры вам надо что-то подсчитывать у вас голова не думает о весе он думает о этом как же скинуть и полу и появляется у человека стресс и что происходит когда у человека стресс начинает зажирать этот стресс и не только иногда даже бухать об алкоголь мы знаем это зло если вы не хотите толстеть мой друг еще раз дружеский совет уберите нахрен пиво и водку лучше пейте самогон коньяк или еще чего-нибудь там хотя бы вы не сильно потолстеть а лучше вообще это убрать дальше 3 скажем так ошибка с моей точки зрения это люди которые ждут скажем так боязнь побочек бариатрических операций ребята побочки могут быть такие вот у меня была побочка после слива ребят после всего может быть побочка я понимаю что неприятно попасть в статистику но чего быть тому не миновать не надо бояться вы приняли решение делать какую-то операцию делать если вы ее сделали не бойтесь все почему вас будет стресс из-за стресса вы будете все зажирать поэтому не стоит этого делать дальше четвертая ошибка прям прям страшно и ужасно и коварная это попытка влиять на снижение веса то что я рассказывал уже у себя на канале многие много раз вижу это в своей группе и вижу ребята начинают придумывать колесо заново вот я буду кушать это я буду делать вот это я буду добавлять а все почему потому что у меня плато про то что рассказывал до этого да у меня вес стоит я стою на нас я становлюсь на весы ой-ой-ой и надо с этим срочно что-то делать я начинаю как-то влиять на снижение веса единственное что вы как вы можете повлиять на снижение веса я уже вам рассказывал расскажу вам еще раз не меняйте ваше меню вас скорее всего сбалансированное идеальное меню которое вам сделали после операции просто добавьте немножко спорта ходите заведите собаку заведите хобби как у меня металлоискатель чего-нибудь просто двигайтесь чуть 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 больше и все и не надо ничего ничего бояться и мы с вами потихонечку потихонечку пришли к пятой основной ошибки бареатрика которая взрывает мозг не только мне всем это страшная ошибка под названием сравнение результатов вот я похудела столько-то а вот марина какая-то там да просто марин гипотетически похудела в два раза больше твою мать так марина и было в два раза больше ни в коем случае ни в коем случае не сравнивайте свои результаты с чужими у соседа как мы знаем трава зеленее ребят процесс снижения веса после бареатрической операции это индивидуальная штука у кого-то будет больше у кого-то будет меньше у кого-то это будет быстрее у кого-то это будет медленнее не вздумайте сравнивать результаты свои и кого-нибудь еще у вас два совершенно разных организм в два совершенно разных человек один может быть мужчина один может быть женщина вы знаете что мужику гораздо быстрее скинуть вес все потому что он не женщина почему у женщины есть механизм встроенный в нее и он ждет экстренного случая под названием беременность за счет этого женщине гораздо труднее скинуть вес вы же скажете ну я женщина у меня есть соседка которая сделала подружка а сколько она спустила вам эта информация не поможет никак есть ее или ее сброс веса есть ваш не вздумайте сравнивать и результаты это вас переведет к чему как я уже рассказывал опять к панике опять к шоку опять ко всей этой хрени что будет делать опять будете жрать я спустила меньше чем она надо это за есть у меня стресс не вздумайте следите за собой и за своим здоровьем пока